ну что вот у меня и погибла одна орхидейка сейчас я подошла к столу а у нее вот эти листья вот такой один вообще желтый у нее всего было два листа и верни три и вот такой вот уже начинал желтеть и он уже был надломлен был из серединки вот так вот он торчал вот так и уже болтался вот так наполовинку был надломлен я дотронулась до него и он отвалился так ну что пришлось мне или вот этот вот это по моему отвалился ответил подгнил там даже по моему уже плесень есть так что сейчас я буду смотреть что тут можно сделать во первых я надо подсушить у нее сейчас влажные корни но плохо что в этой орхидеи что у нее все воздушные корешки почему-то либо они были прижаты вот смотрите один засохший 2 засохший 3 тоже какой-то вот замерзший вот здесь и в рост он не пошел ну там что то есть такое светло-зелененькая дальше здесь тоже засох корешок может быть он просто не перенес у меня жару которая была вот здесь засохший в общем из-за того что все корешки у него не жизнеспособны и она приказала долго жить вот единственно может быть там еще внутри есть корни вот смотрите тоже корешок ветер да это кончик нет 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 кончик корешочка вот но он может еще пойти расти вот она у меня недавно была полита еще не просохла но поскольку сейчас листьев у нее нету то влагу испарять ей нечем и нужно ее отсюда доставать и просушивать срочно иначе остатки корней тоже могут загнить и тогда будет ли вообще очень сложно восстановить практически невозможно так что я хочу делать не знаю сейчас подумали бы ее оставить здесь либо вытащить и попробовать ее просушить и поставить потом в стакан с водой может быть периодически чтобы как бы влага была и сливать держать воде и сливать периодически такой есть еще способ это для того чтобы вызвать рост новых корней сейчас надо будет подумать наверное мне сначала прежде чем что-то с ней делать а может быть даже оставлю ведь нет наверное надо все-таки вытащить и прочистить посмотреть что там у нее внутри наверное сейчас я этим займусь на кухне пойду сейчас постелю там все подготовлю себе рабочее место но очень жалко конечно это одна из первых моих моих орхидеек стареньких белого цвета она не крупная среднего размера но она как правило у меня зацветала всегда одна из первых может быть она просто ожила свою хотя вряд ли ладно сейчас пойдем разбираться посмотрим что у нее там внутри вот кусочек тоже гнилой решила я все-таки достать так вот хорошо что никакие корни дырочки не по вылезали иначе было бы вообще не достать этом керамзит в общем она плотно там засела сейчас мы как-нибудь пошли 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 не хочет и корни повреждать у нее крупкие корни как будто она переросла к стенкам такое ощущение вот сейчас вот керамзит там зашевелился и может быть сейчас получится вытащить я утянула она не отрывается это не потому что я боюсь ну я боюсь конечно ее повредить но она там засела вот здесь она где-то держится так ну что можно сказать корней конечно мало новых нету чтобы были зелененькие молодые корни вот вот пошел молодой корешок потому видите недостаток света и ой там даже что-то ползает вот смотрите мошка видите это наверное эти грибные комарики которые вот летают черненькие это наверное их личинки вот здесь все подгнило вот это надо будет обрезать книлью да наверное я ее сейчас обработаю поставлю просто в стакан воды и корой ту выкину нафиг не буду я ее оставлять в общем выживет выживет не выживет ну что ж такая судьба будет у нее тяжелая вот это все обковыряем лишние корни я удалю потом я ее подсушу так сломала уже все значит будем обрезать можно правда ее поставить в воду замочить как бы чтобы это все отходило полегче вот если приглядеться вот тут смотрите там даже что то есть вот там растет вон там зелененькая пимпочка такая не знаю видно на камере нет вот там вот то есть либо там хотел цитонос расти но у него это не получилось не хватило сил наверное мы ее залили в общем либо корни вот эти прищипывали случайно ставили на столе двигали и корешки повреждались так я даже не знаю как я ее какую ее посудину поставить она такая видите вся раскоряка так сейчас я наверное отключусь обработаю а потом покажу что у меня получилось вот что у меня получилось что осталось от нее такая карказябра пришлось удалить вот такую кучу целых корней даже некоторые корни здоровые но более-менее здоровые кончики у них засохшие у основания они еще были здоровые но я их все равно обрезала потому что они очень длинные и с ними неудобно будет ее ставить на реанимацию они будут только мешать будем ждать новые корешки у меня есть таблетка которую я покупала для того чтобы у жасмина выгнать корни это активатор роста активатор роста корней для орхидеи у меня специально есть вот как раз мне сейчас пригодится сейчас я немножко разведу и поставлю вот вот думаю можем еще вот эти отрезать если точка роста здесь еще живая то она даст еще листочки корешочки здесь пойдут по бокам вот эта шейка вот ее немножко почистить еще можно вот это пообдирать вот эту черноту так что она еще может дать и корешки и листья с орхидеями какие-то проблемы проще еще избавиться так ну ладно для начала наверное я ее просушу а потом уже замочу в этом растворе через день-два в общем решила я с ней не сюкаться оставила минимум корней три корешка более-менее таких здоровеньких которые еще могут пойти в рост и не длинные чтобы они не мешали все вот это все обрезала поставлю сейчас просушу немножко а потом поставлю воду и будь что будет ничего тут мы мою нервную систему испытывать шейку я ободрала немножко посрезала нужно вот зеленые то все были более-менее такие корешки а вот видите там зелененькая растет вот это старый цветонос срезан светлое вот это а под ним растет там что-то по-моему даже может быть детка будет расти может быть еще цветонос она хотела выпустить но она бы уже конечно не выдержала такой нагрузки так что все оставляю в таком состоянии подрежу они отскакивают вот эти вот обрезки а перчик у меня потом бегает и собирает он у меня есть все что не приколочено все собирает на улице нет надо отдать должное он молодец на улице ничего не собирает но вот дома что на полу валяется какая-то мусоринка ниточка сориночка все в рот все в рот тянет все теперь точно все помыла горшок от него и сюда же его и поместила вот эти дырочки все будет проветриваться хорошо буду просто наливать сюда водичку она будет испаряться и орхидейка будет питаться этой влагой вот тут она у меня будет жить ближайшее время тут у нее будет свой микроклимат может быть на дно что-то постелю может керамзит или что-нибудь посмотрю а может так оставлю здесь у нас огород все как прежде без изменений кроме вот этой вот орхидейки одна цветет всего два цветочка у нас и долгожданный дождик прошел правда не долго вот небо вон какое серенькое надеюсь еще будет да перчик ты не съешь мою орхидею а перчик сегодня мы с ним поздно встали уснули только наверное под утро уже в шестом часу где-то у нас так кричали за окном чайки напротив дом и там видимо у них птенцы и вот одна как подняла там шум и вот они на разлетаются на шум не знаю как то в поддержку группа поддержки слетается и такой ор подняли но это уже было в шесть утра а до шести вот с трех часов у нас еще белые ночи и три часа уже светло в общем то четвертом уже совсем светло полностью светлее пол четвертого и вот просыпаются птицы мелкие вот эти воробьи всякие дрозды и как начинается щебет вот этот во дворе и у меня сна не в одном глазу и перчик туда-сюда перекладывается то голове то к ногам шастает бродит по мне в общем мы сегодня с ним не спали да перчик стали поздно сегодня ты меня кушать не хочешь еще кушать кушать сейчас кушать пойдем кормить тебя ну а сейчас мамка тебя покормит сегодня он ел шейки куриные и яичный желточек съел посмотрим что у него там щупом кусок говядины есть вот огород мой мой огород сегодня у нас день обрезаний вечером нас ждет вот эта вот вещь будем стричь когти надеюсь саша придет если не совсем уставший мы с ним будем проводить процедуру перчику смотрите какие у нас отрасли вот как у медведя ужас перченый мой перченый так сегодня на день обрезаний обрезали орхидейку и буду обрезать когти маникюр будем делать и педикюр на перчик маникюр педикюр сегодня будем тебе делать там еще корешков никаких нету косточки еще тоже у меня там сейчас глянем стой-то и не двигайся на коленках сидит боюсь что это прыгнуть может в таком они видел мне сейчас такое ощущение что немножечко разбух так не надо пить что немножечко разбухли кто там такой тут он такой не надо пить перчик не надо все ставим на место иди на кроватку сейчас мама тебе пойдет кушать готовить будешь кушать 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 перчик перчик будет кушать перчик я же забыла тебе вчера купила йогурт утром ты ел мясо и на вечер у тебя тоже будет мясо а днем ты будешь есть йогурт потому что одно мясо это много и вредно для организма до перчик будешь йогурт кисть кисленький кисленький специально без добавок без всяких вот он любит очень сметану конечно на жирное тоже но мы чуть-чуть иногда даем чуть-чуть совсем ну чайную ложечку за один раз очень любит кефир ряженку и творожок вот в руки не купила а вот йогурт я тебе специально взяла вчера специально тебе перчик только попробуй не съесть видите как уже закругляется коготок покажи стой дай лапочку покажи покажи лапочку ах ты еще и жадина ты еще и жадина перчик вот коготок закругляется уже это вообще опасно может сцепиться где-то где-нибудь повредить пальчик так что все сегодня кровь из носа но надо подстричься перчик папа пришел из магазина купил вишнюю принес красивая но кислая только что съела яблоки аж лицо аж перекосило красивая такая довольно крупная и видно свежая зелень еще такая не темно не завяли еще веточки вы прям хоть рисуй красота какая а перчику сейчас йогурт этим вот такой кисленький из его натуральный так верхний слой я сама съем лучшие детям 2 ложечки ему хватит баночка у нас по объему 160 грамм до хватит там я думаю здесь наверно грамм 50 может может поменьше так перчик где кушать перчик перчик кушать будешь перчик перец перчик 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 не слышит вот он принц на на кушать будешь сейчас есть я еще ложечку добавлю надо же есть я ему как-то предлагала йогурт другой фирмы он даже консистенции был другой но он его не ел а вот этот прям за милую душу так пошла за добавкой давай мой зайчик сейчас мама тебе еще добавит давай ешь давай добавочка добавка добавка и он вы знаете вот на вкус он не кислый пресный ну чуть-чуть есть кислиночка такая естественная потому что другие йогурт они гораздо кислые ну как съел молодец умничка молодец молодец я тут а свеклой как-то кормила это был какой-то кошмар такие картины были на пеленке под столом красные так что свеклой кормите осторожно и у кого дома писеет что еще хочешь сейчас мой родной мама еще не все съела давай мама тут еще есть ложечку тебе дам последний только это будет много уже надо же я даже удивилась что он так с аппетитом честно говоря я думала он откажется я его сама съем но он мне почти не оставил на здоровье зайчик мой на здоровье на здоровье моя собака молодец вот перчик а поцеловать маму а поцеловать перчик вертик а поцеловать а поцеловать у меня у тебя был ка! спасибо спасибо сказать да скажи мама спасибо все отдыхай вечером гулять пойдем вечером нет ни сейчас ни сейчас сейчас там дождик так но начинается сейчас будем бегать сейчас будем бегать покушали теперь можно поиграть ну давай не семячик приданное свое разбирает а перчик это приданное твое никакой на женишок давайте девочки приходите к мальчику в гости вот какой мне красивый подарили овальный вот так кругом кажется самом деле он овальный холст на подрамнике и маленький сувенирный вот так поближе такой мы совсем осечненький 5 на 5 наверно до 12 сантиметров 7 на 7 7 на 7 на маленьком на маленьком устри как он называется мольберт не мольберт в мольберте подставочка или пушка до минимальберт до санет фирма вот еще думаю что на нем нарисовать пока в голову ничего не приходит так что пока выжидает вылеживается выжидает своего часа а тут у меня работы мы стоят цвет развернула чтобы солнце не падала это мой пион стакане там грибы виноград кто еще не видел смотрите мои видосики как их лаком покрываю все прочее так но это новые холсты 6 лет и на полочке у меня так 2 рядом все уже подписывайтесь на канал ставьте лайки перчик да оставляйте комментарии всем пока